У меня не выступление, а как таковое, а такая маленькая ремарка, зарисовка, просто реплика на тему. Помощь преподобного Амросия, Новоксинских старцев, но прежде всего у нас в церкви преподобной Амросии. Помощь внесения человеческих скорбей. И вот понятие страдания, как мы все знаем, отец-наместник только что это раскрыл замечательными словами священного писания, я повторюсь, потому что повториться не получится. Действительно, понятие страдания, оно относится, конечно, к понятиям самым фундаментальным в духовной жизни, понятиям христианства. И само священное писание, оно постоянно говорит нам, напоминает и сам Господь, апостолы, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Постоянно мы это читаем, знаем. В мире скорбны будете, Господь говорит, но дерзайте, ибо я победил этот мир. И вот апостол Павел, он тоже замечательно говорит, что переноси страдания, как бы обращаясь к каждому из нас, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. А у святителя Игнатия Кавказского, у него-то есть замечательное такое наблюдение, как бы, и тоже мысль, которая нам должна очень помогать. Он вообще говорит, что без скорбей сердце не может умереть для земли и ожить для Бога и вечности. То есть императивно говорит, что невозможно без скорбей человеческому сердцу умереть, вот это для земли, которая нас пытается всё как-то привлечь, поглотить и так далее. Но каждый знает, и потому что мы тоже люди здесь взрослые, да и если человек, может быть, и поменьше возрастом, он уже испытал какие-то страдания в этой жизни, они, конечно, и предстоят к нам очень много, но уже опыт этих страданий, он у каждого из нас есть. И любой человек скажет, что это так вот, как бы, легко сказать страдания, скорбь и так далее, почитать о них, но когда это действительно приходит в твою жизнь реальная, не просто на словах хорошей книги или так далее, когда реальная, это боль, страдания, это смерть ближних, это какая-то ещё какая-то утрата гигантская такая, да, какая-то потеря, потеря очень сильная, то это очень серьёзное испытание. Каждый знает, что это кризис, это такой вызов какой-то внутренний твоего сердца, твоей души, это часто бывает вот этот вопрос, за что, почему, который человек, может быть, и он верующий, не хочет, а он рождается, почему мне, как это случилось. И порой часто бывает вот этот кризис, он даже как бы у человека, бывает, пошатывается даже смысл жизни. И вот Достоевский, он тоже называл эти метафизические, знаем, вопросы, называл их проклятыми вопросами, смысл жизни, смысл смерти, вечность и так далее. И сам он сюда тоже приезжал, когда у него была огромная скорбь, и пошатнулось, может быть, что-то внутри, когда у него сын, его любимый маленький, умер, и утешал его тоже преподобной Амвросией, о котором мы сегодня говорим. И вот у Владимира Даля, в его словаре, страдание, он, ну это естественно, он выводит из слова страда, а что такое страда? Ломовая работа, то есть тяжелые натужные работы, вот что такое страдание. И вот горе, боль, страдание, скорбь, их, конечно, невозможно испытать, вот это очень важное наблюдение, их невозможно просто испытать, как мы испытываем, ну какое-то чувство, скажем, удивление, испуг, какую-то радость, страх, это мы испытываем. А к страданиям как-то это не подходит, что мы их испытали, страдания, потому что скорби и страдания, их нужно пережить, их нужно прожить, их невозможно просто как-то так ощутить и все. То есть через них нужно действительно своим сердцем, своей душой по-настоящему прожить и вместить по-настоящему свое сердце. Только тогда это будет и польза души, и тогда это будет какой-то действительно важный итог. И вот каждый из нас, как вот сегодня отец-наместник, по-моему, сегодня, да, или вчера, говорил, что там даже шестилетний мальчик, он там старец уже, да, если он воспитывает своих трехлетних или там четырехлетних маленьких братьев и сестер. Вот, и любой, то есть он их утешает, допустим, или объясняет что-то, как себя вести. И вот любой из нас уже соприкоснулся с этим, и он знает, что вот как трудно, просто невозможно трудно, я скажу и на своем личном опыте, вот действительно утешить человека в горе. Потому что можно ему сочувствовать, можно как-то понимать, что у человека утрата, допустим, у него кто-то умер, утрата большая, но утешить по-настоящему, найти вот эти очень нужные искренние слова, обласкать человека вот этим сердцем, это очень-очень трудно, это очень непростая задача. И мне кажется, что вот отличительной чертой оптинского старчества, и в частности преподобного Амвросия, это именно вот это умение, умение утешить человека в скорби и найти вот эти нужные слова, чтобы его поддержать в трудный момент, в кризисный момент, поддержать его вот в этом жизненном крестоношении, которое несет каждый человек. И преподобный Амвросий, он-то как и человек, и святой, и психолог, и замечательный, конечно, вот этот душевед, он знал, что человеку, что упразднить страдания, это невозможно. Человек к нему приходит, и он говорит, почему невозможно, а потому что кто-то из близких уже умер, а потому что болезнь неисцельная, она неисцельная, она не... мы, если помолимся, может быть, она не пройдет, потому что это очень серьезная болезнь, или еще что-то. То есть отодвинуть в сторону и сказать, что их не будет закрыть глаза, невозможно, эти страдания будут, эта боль будет продолжаться и так далее. И вот преподобный Амвросий, он именно помогал нести их, не отодвинуть, не закрыть глаза, а именно нести, потому что утешать это на самом деле, помогать нести страдания, утешать это помогать скорбеть, помогать страдать человеку. И вот преподобный Амвросий, он, конечно, это очень хорошо понимал. Истяжал он этот дар, конечно, не просто так. Вот тоже уже упоминались его, его болезни, его жизненный крест, очень тяжелый вот этот болезненный, у него он особенно ярко, когда мы читаем в «Житие старца Агапита», вот вырисован, что действительно он очень страдал от своих болезней. Но часто вот этот момент вот тоже у нас как-то уходит, потому что преподобный, он сталкивался с огромным количеством людей, и не всегда было этого восхваления «старец, старец, спаси Господи» и так далее. Ведь он тоже испытывал порою непонимание людей, которые приходили, допустим, кто-то ждал, не мог дождаться, начинал скорбеть, ругаться и так далее, кто-то еще был чем-то недоволен, якобы его старец не утешил, не оказал внимания. Вот есть такой момент, что он уже изнуренный, усталый, шел через где-то бург от монастыря и подходил к скиту, и там стояли люди и так далее. А преподобный был в таком состоянии, что, наверное, уже даже языком не мог ворочить, был очень устал от этих разговоров и так далее. И вот он проходит и слышит за спиной чей-то голос «Экая злоба прошел и даже не взглянул». То есть вот преподобному ему такое тоже как бы нести ему приходилось. И вот для того, чтобы верующий человек, он нес свой скорбный этот порой крест правильно, инструментарий был у преподобного, конечно, огромный. И прежде всего, конечно, этот инструментарий, он хранится в недрах святоатического предания. И вот что преподобный Амвросий советовал людям, которые приходили, как эти скорби нести? Конечно, это долготерпение, надежда на небесную помощь, без которой невозможно без надежды, смирение, покаянная молитва. И, конечно, тоже очень важный момент, что преподобный советовал, это благодарение за все, что случается в этой жизни. Чтобы мы не забывали, что Господь попустил, значит, надо понести и благодарить. И вот письма, они, конечно, изобилуют множеством самых различных, очень интересных моментов, где преподобный рассказывает о том, как нужно вот эти скорби нести. Я просто зачитаю несколько, можно, да, несколько маленьких таких эпизодов. Если солнце всегда будет светить, то в поле все повянет, потому нужен бывает и дождь. Если все будет дождить, то все попреет, потому что нужен ветер, чтобы продувал. А если ветра недостаточно, то нужна бывает и буря, чтобы все пронесло. Человеку все это в свое время бывает полезно, потому что он изменчив. Еще отрывок. Всеблагие Господь праведно посылает различные скорби. Во-первых, для того, чтобы не ослабевали в подвигах благочестия и, разленившись, не уклоняясь в противную сторону, не погибли, как сказано у пророка из Икиили. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, он понадеется на свою праведность и сделает неправду. То все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделает. Во-вторых, праведным Господь посылает различные скорби для того, чтобы через это они совершенно очистились от своих грехов, от своих скорбей. И получили велие воздаяния в будущем веке по сказанному. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их на жертву всесовершенную. А вот в одном из писем преподобный он замечательно тоже вспоминает и говорит о том, что он замечает. Смотрите, Господь помиловал разбойника на кресте, который сознал свою вину, покаялся. Но этому разбойнику ему пришлось потерпеть, кроме крестных страданий, то, что ему перебили голени, это преподобный напоминает. И он на одних руках висел целых три часа в ужасных мучениях. И никто, поэтому пусть не помышляет, что благоразумному разбойнику ему очень легко наследовал он рай. И вот хочется привести еще несколько буквально эпизодов из жития преподобного Абросия, когда в них очень хорошо и как бы ярко видно вот это вот действительно участие и понимание человека. Один молодой человек приносил телеграммы преподобному Абросию, он служил на телеграфии и приносил. Он, может быть, был не таким церковным, но часто соприкасался, потому что приносил эти телеграммы от людей. Мама была глубоко верующей человек. И вот однажды мать приходит и говорит, сын умер, то есть туберкулез, скорбь неимоверная. И она рассказывает, такая скорбь на душе, просто которая невозможна. И что же случается, какое действительно чудо. Она приходит и рассказывает преподобному. А он говорит, ну что, оборвалась твоя телеграмма? Она говорит, оборвалась. И вдруг она говорит, я почувствовал такую любовь, такое вот это действительно участие, такую молитву, что ее как бы скорбь вот эта мгновенно улетучилась. Или вот этот эпизод, ну они как бы классические эти эпизоды, их все уже знают. И она, как женщина приходила, у которой умирали эти гуси, она за ними следила, ухаживала. Хозяйка ее уже хотела выгнуть, потому что они калели, говорит. И она преподобному приходит и рассказывает свою беду, что вот не справляется, ее хозяйка уже может уволить за то, что вот мрут гуси. Люди смеются вокруг, не понимают, потому что что такое, здесь приходят с такими глобальными там какими-то вопросами, и вдруг какие-то гуси, которые умирают. А преподобный-то он понимает, что вся жизнь и все сейчас ее стремление внутреннее в этих гусях, то есть для нее это очень важное что-то. И он начинает серьезно, люди смеются вокруг, а он начинает очень серьезно действительно исследовать, помогать какими-то человеку советами, как ей справиться вот с этой большой проблемой, которая для нее существует. Хочется привести цитату небольшую, которая просто, ну она великолепная. Это Евгений Поселянин, который был ученик преподобного Амбросия, приезжал к нему постоянно и был непосредственно свидетель. И поэтому это как бы документальное такое свидетельство человека, который был и видел, как это вот все происходит, вот как вот действительно люди получают вот эту пользу, которые приезжают. А сколько невиданных сердечных страданий, от которых невидимо задыхаются с виду для постороннего взгляда счастливые люди. Сколько невыносимых запутанных житейских положений, беспросветных, безвыходных, отчаянных. Кому довериться? Кому идти? Перед кем выплакать душу? Кто с ними с человека это каменное оцепенение долговременного безысходного страдания? Я гибну от нищеты, говорит один. Я потерял все, что мне было дорого в жизни. Мне незачем жить. Третий говорит, я задыхаюсь в одиночество. Айной скажет, с душой, горящей сочувствием к людям, я всем чужой. И жизнь для меня невыносимая тягость. Неизлечимая болезнь, говорит четвертый или шестидесятый, меня терзает. Я не могу не роптать. Мои дети, в которых я вложил жизнь и душу, стали мне врагами. Я потерял веру. Я не вижу благости Божьей. На моем языке одни проклятия. С таким душевным состоянием, с такими стонами, выжатыми целыми годами ужасных неумолимых мук, приходили к амвросию люди из мира. И все они приходили к нему, как к последнему пристанищу. Молча, прося хоть капли утешения, хоть мига от рады, он не впадал в отчаяние, слыша это признание в неимовернейшем грехе. Все страдания мира, как бы они ни были сильны и жестоки, и спещрены, не могли привести преподобного амвросию в уныние, потому что все они были менее того страдания, которое некогда совершилось на Голгофе, и в лучах которого, если оно только хочет к Голгофе приблизиться, тает и исчезает всякое людское страдание. Человек, сбившийся, погрявший в грехах, человек, считавший себя никому не нужным, а требием мира, живший по инерции, получал у него убеждение, что он нужен и ценен для своего Бога, для того Христа, который за его счастье принес величайшую жертву, и который пристально, всякую минуту следит за его жизнью, для которого радость, всякий его хороший поступок и новый укол терна, всякое человеческое падение. И вот замечательные слова. Из сумерек жизни холодные, нравственно замороженные людским безучастием приходили к нему, а вокруг него, то есть вокруг преподобного амвросия, словно был вечный счастливый юг, и вечно блистало солнце, и все грелись, и все радовались. Но мы знаем, что любовь, это не просто, когда действительно человек приходит, ему гладят по головке и так далее. Иногда человеку очень важно показать, почему ты скорбишь, что в твоем случае, почему ты сам в чем-то виноват, эти скорби. Вот замечательный случай тоже есть. Приходит человек и показывает руку, молодой человек, перевязывая руку, у него рука, и говорит, что не делаю, никак не могу исцелить, рука гниет, заболевает. А преподобный говорит, а зачем ты мать свою обижал? То есть вот этот скальпель люби, чтобы человеку показать, что действительно, что ты сам-то виноват, вспомни, от чего у тебя болит рука, почему ты свою мать обижал? Если мы будем читать почаще житие преподобного амвросия, будем читать вот эти, которые вам раздадут сегодня, и вам, и нам, вот это удивительное наследие старцев, и в частности преподобного, мы, конечно, будем, потому что современный человек, его страсти, они очень многие похожи на то, что 19-й, 20-й век, это не любовь, это гордыня, это сребролюбие и так далее. Ну, в общем, человек тот же, хотя технологии другие, но страсти наши внутренние, очень многие очень похожи. И поэтому мы, когда открываем любую страницу удивительных поучений старца, как вот здесь говорили, жить не ту жить, это, наверное, на все века до скончания века пригодится. Вот, мы будем, конечно, пользу получать. И нам нужно тоже, как вот этот случай, когда преподобный Амвросий идет по лесу и вдруг видит такую картину, лежит лошадь мертвая, вокруг скорбь, крестьянин плачет, потому что это единственная надежда, кормилица и так далее, она лежит мертвая, а под грузом, что с ней случилось, неизвестно. И преподобный проходит мимо, у скорбь неимоверная у крестьянина, и он обращается, помоги, преподобный три раза проходит вокруг этой лошади, берет ховоростинку, ее, значит, ховоростинкой, вставая лентяйкой, и что же, происходит чудо, эта лошадь встает, хозяин радуется, а преподобный идет дальше. И вот так же наша душа с вами, вся любого человека, как бы к ней обращается преподобный Амвросий в этих письмах, которые мы будем читать, вставая лентяйкой. И вот хочется пожелать всем, чтобы наша душа, она еще расслаблена, и как бы вот эта полумертвая, чтобы она встала и продолжала путь вслед за опчинскими старцами, к теми, которыми нам осветили вот этот наш духовный прекрасный путь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Песня «Симфон» Песня «Симфон» Молитвами от беды напасти охраняющих, Всевестных и душевных стольких утешающих. По чечеснию, терпенью и любви научаеших, Молитвами от беды напасти охраняющих. Субтитры создавал DimaTorzok